Более 200 тысяч человек по всему миру написали тотальный диктант. Он прошел 8 апреля. Кроме России, акцию провели еще в 70 странах. Это уже традиционный проект, который дает возможность всем желающим проверить свою грамотность. Автором текста в этот раз стал Леонид Юзефович. Всего было организовано около 3000 площадок. Традиционным местам в этом году добавились и весьма необычные. Среди них железнодорожный вокзал, фрегат-паллада, борт самолета и даже палатка в парке. Как сибиряки прошли испытания великим и могучим, расскажут мои коллеги. Раскладные стулья и пеньки. Участники акции в Омске писали тотальный диктант в походных условиях. Небольшую палатку, рассчитанную на 25 человек, разместили в парке Победы члены Центра развития туризма «Увлеченный я». Всем желающим раздавали пледы и чай. Текст читал представитель областного министерства культуры Олег Федоренко. Это возможность не просто написать тотальный диктант и поучаствовать в такой замечательной производительской акции, но еще и провести замечательный день на природе, на свежем воздухе, послушать пение птиц и провести этот день еще и в компании единомышленников, которые тоже эту природу любят. На мой взгляд, этот текст, во-первых, очень географичный как раз к теме нашей туризма и природы. Очень интересный текст, но вот по моему опыту написания прошлого года, на мой субъективный взгляд, он полегче. Может быть, потому что для меня географические названия не представляют сложности. Впрочем, не обошлось и без сюрпризов. Во время написания диктанта в парке потеплело и под палатку стала стекать талая вода. Однако участников такая близость с природой не смутила. Некоторые пошутили, что это разлилась река Кама, о которой идет речь в тексте автора Леонида Юзефовича. В этом году решила в таком экзотическом месте. Впечатления очень незабываемые. Как раз, кстати, река разлилась на тему диктанта. Вот что касается орфографии, вообще несложно. Что касается пунктуации, мне кажется, в этом году легче, чем в прошлом. В этом году впервые акции были охвачены все районы Омской области. Всего в тотальном диктанте приняли участие около пяти с половиной тысяч человек. В Омске организовали работу 111 площадок. Диктаторами традиционно стали журналисты, политики и актеры. В Новосибирске проверить свою грамотность решили около 7 тысяч человек на 56 площадках. Четвертый год в акции участвует наркологический диспансер. Диктант здесь пишут и пациенты, и врачи. Столы и стулья ставят в коридоре. Текст читает школьный преподаватель. Во время проведения акции присутствует психолог. На каком-то этапе важно научиться зависимому назад возвращаться в общество. Именно такой проект, как «Тотальный диктант», это один из вариантов самореализации, уже по-здоровому. В этот раз диктант в диспансере писали около 20 человек. Алексей лечение уже закончил, сейчас наркотики не употребляет. Здесь таких называют выпускниками. Пришел специально, чтобы написать диктант. Мне важнее поучаствовать, мне больше интересен сам процесс. Проверить свои знания, свой опыт, вспомнить школьные годы. Мне больше это интересно, чем сам результат. Написать диктант смогли и пассажиры 10 авиарейсов. Бортпроводники раздали желающим принять участие в акции специальные бланки, а текст транслировался через наушники, чтобы не мешать другим пассажирам. Больше хотела, правда, я написать диктант, но так получилось, что полеты. Я даже не думала, не гадала, для меня это шок, что в самолете будет написать диктант. Ну, правда. А вот в Кемерове и Томске экспериментировать с площадками пока не решились. Здесь участники акции традиционно писали тексты в учебных заведениях. Проверять работы эксперты будут на протяжении трех дней. Результаты тотального диктанта станут известны 12-13 апреля на сайте проекта. Елизавета Василевич, Анатолий Серов, Лидия Захарова, Дарья Швыткая. Новости здесь, Омск.